Всем привет из Мальма. Мы беседуем с Аленой Ланской, представительницей Белоруссии на Евровидении 2013. Здравствуйте, Алена. Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Первый вопрос будет о репетиции, которая закончилась сегодня, вторая репетиция. Как она прошла? Все ли готово для уступления в полуфинале? Знаете, все почти готово, но, конечно же, совершенству нет предела. И мои друзья, конечно, знают о том, что я люблю работать и работаю многое, поэтому, конечно же, я буду работать еще больше для того, чтобы номер получился, ну, вообще идеальным. Нервничаете? Нет, нет, не нервничаю. Наверное, напряжение будет перед самим уступлением. Наши читатели, которые заходят на наш блог, попросили спросить о платье, которым вы будете уступать. Сколько оно стоит? Ну, и вообще рассказать, что-нибудь об этом. Оно бесценно. Это платье бесценно, действительно, я не шучу. Над этим платьем работали команда греческих стилистов. Я начну с Константина Кацумикаса, с Константина Энмануил и Врета Свартакеса. Это те люди, которые работали с такими знаменитыми артистами, как Бритни Спирс, Бьонсе, Анни Лорак, Филипп Киркоров, Елена Папаризо. И я не знаю, я не считала, но мои стилисты... Дрынь-дрынь-дрынь, поехали. Поехали? Вот. И вы знаете, мои стилисты, я правда не считала, но они говорят, что в нем 70 тысяч кристаллов. Ну, я так понимаю, где-то около 10 тысяч евро. Мы сегодня видели на репетиции, да, что оно выглядит просто бесценно. В нем чувствуешь себя как королевой. Расскажите, пожалуйста, как проводите свое свободное время в Мальмо, посещали Копенгаген, что вы здесь успели посмотреть? Вы знаете, к сожалению, у меня нет свободного времени. И если вдруг у меня появляется час-другая свободного времени, я его провожу в тренажерном зале. Расскажите, пожалуйста, кто с вами на сцене, помимо вас? В этом году со мной работает международная команда. Мы хореограф-постановщик Зили Райфович из Сербии, в том числе на моей сцене две бэк-вокалистки из Сербии. Бэк-вокалист из Южной Африки, а также танцоры из Словении и Германии. Ваши планы после Евровидения? Вы знаете, сейчас, наверное, все мысли только о Евровидении. Я даже не могу предположить, что будет потом, но в любом случае на Евровидении жизнь не заканчивается. В июле месяце запланирован мой большой сольный концерт. После Евровидения мы планируем релиз моего альбома англоязычного, который я записывала в Лондоне, в студии Эбби Рот совместно с Мэттом Клиффордом, вместе с Саймоном Басом и студией Мономьюзи, которая принадлежит Бенни Андерсону в Швеции. Ну, я думаю, в принципе, хочу попросить Вас спеть на белорусском языке кусочек песни, потому что мы уже просили на русском спеть, в Амстердаме как раз это было, а вот на белорусском мы еще не слышали. Вы знаете, я думаю, что мне нельзя петь сейчас. Поэтому... Верите голос. Да, я... ну, мне нельзя петь, действительно. I'm sorry. Хорошо. А встречались ли Вы с Диной Гариповой, с нашей участницей? Что Вы думаете о российской песне? Российская песня очень хорошая, и я думаю, что у российского представителя есть большие шансы победить. Но я в любом случае желаю удачи, потому что я знаю, насколько тяжелый этот конкурс, я знаю, сколько тратится сил не только артистам, но и его командой, теми же журналистами, то бишь Вами. Вы знаете, как это тяжело на протяжении двух недель находиться здесь и освещать этот конкурс. Здесь очень много задействовано постановщиков, техническая группа, стилисты, визажисты. Все, конечно, волнуются и переживают, и поэтому я искренне желаю каждому удачи. Да, это точно. После двух недель здесь уже, думаю, что когда-то наконец-то все закончится. Поэтому терпение Вам, терпение. Ну что ж, Россия, поддержим Беларусь, голосуем во вторник, в первом полуфинале, отправляем смс. А я желаю удачи, я уверен, что песня пройдет в финал. Спасибо, спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Пока.